Побывать за кадром телекамер, увидеть телевизионную кухню изнутри – такая возможность появилась у воспитанников детской школы искусств. Ребята побывали на экскурсии в студии Славинской телерадиокомпании. Что такое стендап, лайв, сетка вещания, что делают в студийных и монтажных комнатах, как создаются репортажи, от идей до выхода в эфир – все это воспитанники детской школы искусств узнали, посетив нашу телерадиокомпанию. Ребята побывали там, где буквально круглые сутки кипит жизнь и очень насыщенная, интересная работа. Заглянули в студию, где идет запись диктора – редакторскую, в которой трудится большая часть творческого коллектива. Посетили новостную комнату – монтажные. Там как раз готовились к выпуску очередные репортажи. Узнали о работе выпускающего эфира и бухгалтера. А главный инженер телекомпании рассказал, что такое телевизионный передатчик и программно-аппаратный комплекс «Форвард». Участники экскурсии увидели декорации, софиты, суфлеры, видеокамеры различного назначения. А самые смелые и активные, такими и должны быть настоящие журналисты, решили попробовать себя в качестве ведущих программы события – сев за дикторский стол. Вот что из этого получилось. Волнуйся. Готов. Да. Начинаем. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны. Эта война принесла неслыханные жертвы и разрушения. Она коснулась каждой семьи, каждого человека. И на территории нашего края шли ожесточенные бои, где решалась судьба фронта, судьба страны. Об этом напоминают памятники, безмолвные свидетели истории. Ну, сам понимаешь, да? Нужно немножечко тренировки. И, в принципе, почему нет? Достойно смену. В целях профилактики дорожного транспорта к происшествиям на территориях нашего района по поручениям главы Славянского района Романа Сенеговского, сотрудников роты ДПС и ГИГБД. Совместность представления администрации Славянска на Кубань. Оказалось, быть по ту сторону кадра не так-то просто. Как кажется, сидя у экрана телевизора. И дикцию тренировать надо, и силу воли, а вот о стеснительности стоит забыть. Но оно того стоит. Ведь телевидение – это отдельный мир. И тот, кто однажды заразился, им вряд ли изменит выбранному пути. Кто знает, возможно, некоторые из участников экскурсии вернутся к нам через некоторое время. Но уже не в качестве зрителей. Все хватит. Алена Лавринова, Сергей Тимовский, Игорь Иванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».